Фёдор Венеславский, голова Координационной Рады ХОЛП, Харьковской Общественной Иллюстрационной Палаты. Дмитрий Булах, со-координатор Харьковского Иллюстрационного Комитета. Прошу вас. Давайте, как бы, два слова скажем вступительных по поводу того, чего мы сильно собрались. 1 апреля этого года произошло очень знаменательное событие, на наш взгляд. Произошло объединение всех общественных организаций, которые активно занимаются иллюстрационными процедурами в городе Харькове, в Харьковской области. Я употребил слово активно, потому что после революции достоинства, намерения заниматься иллюстрацией, высказали очень много общественных организаций, но за тот год, несмотря на яркое и острое желание этим заниматься, осталось фактически несколько общественных организаций, которые что-то делают в этом направлении. И в данном случае мы приняли решение координировать наши совместные усилия путем создания определенного координационного органа, который мы сегодня скажем. И эти усилия, мы убеждены, они как раз и приведут к тому результату, ради которого ребята стояли на Майданах по всей стране, и ради тех целей, которые потом декларируют очень многие, но, к сожалению, немногие выполняют. И второй блок, о котором заявил Глеб, это то, что мы на этом пути не едины. Мы имеем поддержку органов государственной власти, причем на региональном уровне, на уровне Харьковского главного территориального управления и на уровне Киева, где есть также поддержка. Об этом более подробно мы сейчас с вами расскажем. Добрый день. Я хотел бы, во-первых, сказать спасибо всем, кто сегодня пришел, спасибо тем, кто проявляет интерес к этой деятельности, потому что нам очень нужна сегодня ваша поддержка. Без привлечения СМИ, без выведения этого процесса в публичное русло, мы, наверное, не сможем выполнить те задачи, которые мы ставим. Еще несколько недель назад над идеей консолидации общественности многие, мягко говоря, смеялись, мы должны говорить четко, не верили в это, не верили, что это возможно, что общественность разобщена, что единых целей найти, так сказать, наверное, возможно, но способы разные, подходы разные и так далее. Мы, в принципе, не спосовали перед этими всеми заявлениями и реально добились того, что на круглом столе произошла консолидация. И те люди, которые не просто заявляют, потому что одно дело заявить, что мы занимаемся иллюстрацией, другое дело реально этим вопросом заниматься и брать на себя ответственность, и брать на себя те риски, которые этот процесс с собой сопрягает. Потому что на самом деле, знаете, некоторые люди мне говорят, что это, наверное, такой классный процесс, так далее, все там хотят. С моей точки зрения наоборот, это несет в себе огромное количество рисков, и мы, и каждый из нас, и я, мы получаем и угрозы, мы получаем и претензии, и так далее, и так далее. И на самом деле весь этот процесс довольно чреват. Поэтому для меня лично это больше ответственность, для меня лично это больше, наоборот, риск. Но мы на него идем, потому что у нас другого пути нет. Поэтому наша произошедшая консолидация как раз и является фундаментом выстроения нормального процесса очищения власти. Что мы понимаем под очищением власти? Если сказать, что мы ограничиваемся только лишь действием закона об очищении власти, я так не считаю. Для нас очищение власти, это действительно изменение системы, ее перезагрузка, замена всех тех прогнивших чиновников, которые дрейфуют в системе, начиная с коммунистического режима и плавно перетекая до нынешних времен, замена всех тех казнокрадов, авантюристов и мошенников, которые сидят в органах власти и позорят достойное звание государственного чиновника, человека, на которого государством или органами местного самоуправления возложена задача помогать и служить людям. Вот против всего этого мы будем бороться и стараемся выстраивать нашу модель эффективно. Поэтому мы договорились о координации в формате Харьковского иллюстрационного штаба, о работе которой мы, я был уже лично, и мы сегодня хотим заявить, что он начинает свою работу. Значит, я предполагаю, и мы на это рассчитываем, что первое заседание, исходя из визита вчерашнего к начальнику управления юстицией Ергиевскому, он взял неделю на подготовку к своих замечаниях, к нашим предложениям. То первое заседание мы планируем провести в следующий вторник, здесь, в 18.00, я прошу прощения, где уже действительно начнем системную работу в этих направлениях. Что мы подразумеваем под системной работой? То есть мы не ограничиваемся громкими высказываниями. За нами стоит уже сегодня команда правозащитников, тех людей, которые реально будут анализировать все поступающие факты от граждан, тех людей, которые будут обвлекать эти факты в нормальную правовую оболочку и эффективную, которая будет дальше становиться в основу процессов по увольнению, по освобождению от должностей всех этих данных чиновников. Значит, мы, что бы еще сегодня хотели, так сказать, в начале этого всего попросить, нам очень, безусловно, нужна поддержка в том числе и СМИ, так и общественности, так и всех активистов, которые обладают информацией. Потому что нам нужна информация. Мы вчера на заседании рабочей нашей группы с господином Герьевским договорились о совместном, так сказать, формировании списков чиновников, которые подлежат люстрации. То есть, на самом деле, сегодня вы видите, эти все процессы идут где-то там под ковром, очень глубоко. Вот мы хотим их из-под этого ковра вытащить. Для того, чтобы нам из этого под ковра их вытащить, нам нужна поддержка общественности, нам нужна поддержка СМИ и всех активистов, которые знают факты. Они знают их очень много, поверьте. То есть, нам уже сегодня, каждому из нас приходят пачки обращений по тем или иным чиновникам, которые либо прячутся от люстрации, либо просто по многим фактам недостойны работать на этой должности. Поэтому мы просим поддержки, мы заявляем о своей готовности к системной и действенной работе, от которой отказываться мы не будем. Мы готовы идти на эти риски, мы готовы этим заниматься, потому что иначе, если сегодня мы потеряем свой шанс и система замкнется, то мы вернемся в 2005 год. Мы этого не будем. Спасибо. Дмитрий. Добрый день. Я хотел бы сказать, что наша координация – это некий ответ на саботаж, частный саботаж органов государственной области, процесс очищения. Потому что действительно в Харькове есть масса проблем, и до сих пор работает масса чиновников, которые уже должны быть уволены. Они остаются на своих руках, где именно Дмитрий говорил о списке, в котором мы будем создавать свое место. И, соответственно, мне кажется, что и органы государственной области должны быть заинтересованы в некой координации усилий по очищению. Но мы видим, что все-таки старая система, она сопротивляется, эта гидросопротивляется и не хочет меняться. Эти чиновники не хотят проводить никаких реформ, никаких очищений, они хотят сидеть дальше на потоках и не предпринимать каких-то действий. Вот против этого мы объединились. И более того, я уверен, что против этого, борясь против этого, мы сможем победить. Спасибо. Еще один момент по поводу того, о чем сказал Дмитрий. Вчера было рабочее завещание инициативной группы, созданной на данном круглом столе, о котором мы говорили, о создании общественного совета при Харьковском областном региональном управлении юстицией. И вчера нас, инициативную группу, принял начальник господин Георгиевский, который, кстати, один из первых в городе Харькове прошел открытую общественную иллюстрационную процедуру. И он по результатам нашего круглого стола выразил желание и поддержку инициативы общественности в данном направлении деятельности. По вопросу создания общественной палаты при Харьковском областном управлении юстиции, знаете, сложно разговаривать с юристом, Георгиевский хороший юрист, и действительно есть неоднозначность в толкованиях нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность общественных советов. И он взял как раз неделю тайм-аута для того, чтобы изучить наши предложения. Но пока что явного желания создать такой совет при областном управлении юстиции, к сожалению, общественность не увидела. Но тем не менее мы думаем, что потихоньку он воспримет те аргументы, которые были изложены в обращении общественных организаций и инициативной группы. И через неделю на рабочем штабе, где он, кстати, изъявил желание принимать участие в работе вот этого координационного штаба иллюстрационных организаций, мы этот вопрос еще продолжим и надеемся, что общественный совет при областном управлении юстиции будет создан. Почему мы на это акцентируем внимание? Потому что, как сказал Дмитрий, на самом деле действительно все общественные организации, занимающиеся иллюстрационными процедурами, ощущают противодействие, саботаж своих инициатив. Легальных, легитимных механизмов, которые позволили бы нам добиваться отстранения от должности, кроме как действовать легитимным путем, заказать это поле, писать обращения, устраивать различные... устраивать различные акции общественного протеста у нас нет. И поэтому, как раз учитывая, что по закону об очищении власти, Министерство юстиции является органом, который исполняет этот закон, то есть приводит, производит, делает реальные действия по отстранению конкретных должностных лиц от власти, поддержка такого органа на региональном харьковском уровне для нас очень важна. И в этом вопросе мы нашли единогласное, единодушное одобрение со стороны руководства. И действительно, первым шагом, о котором уже заявили мои коллеги, будет создание открытого реестра всех лиц города Харькова, в Харьковской области, которые подпадают под действие закона Украины об очищении власти, которые должны быть увольны. Донесение этого реестра до широкого загала, до общественности, для того, чтобы люди понимали, кто должен быть отстранен от власти в соответствии с законом. Но, как сказали мои коллеги, мы не ограничиваемся действиями закона. И если есть люди, которые работают на тех должностях, которые не подпадают под действие закона, вот здесь мы будем включать всеобщую гражданскую инициативу и пользуясь поддержкой Совета по вопросам иллюстрации при Министерстве юстиции и руководителе этого органа, которые заявляют о готовности со своей стороны всеми возможными легальными, властными методами добиваться решения поставленной задачи, я думаю, что мы эту гору срушим с места и все-таки процесс иллюстрации войдет в нормальное, скажем так, цивилизованное русло на уровне Харьковской области. Спасибо. Секундочку. Давайте вопрос, прошу вас. Представляетесь, говорите на центре. У меня вопрос с господином Венеславовичем. Мы говорили о том, что будет составляться реестр. Скажите, пожалуйста, кто его будет составлять, на основании чего он будет составляться и каким образом он будет обнародоваться? Спасибо. Ну, во-первых, я думаю, этот вопрос скажет лучше Дмитрий, потому что именно он уже проявил инициативу, и этот реестр в процессе разработки, он уже наполняется конкретными фамилиями, а при поддержке областного управления юстиции мы его как раз делаем максимально полным и всеобъемлющим. Да, этот реестр формируется на основе ответов государственных органов о работающих на момент, указанных в законе, работавших на тот момент в органах государственной власти. Этот реестр формируется на основании решений судов, принятых судьями, которые запрещали мирные акции протеста. В этих решениях сюда указаны прокуроры, поддерживающие эти ходатайства, ну и решения о запрете этих акций, следователи. То есть на основании решений государственных органов пока формируется этот реестр. Также это мы говорим в жестком реестре согласно закону. Если врач отширить, о чем говорили мои коллеги, о неких там, вне, ну то есть не только в рамках закона об очищении власти, плюс к тому, что мы там считаем, какие-то чиновники, да, они достойны занимать, но они не подпадают согласно закону об очищении власти под иллюстрацию, этот реестр формируется на основании об очищении граждан. То есть я хочу еще одно уточнение сделать. Закон Украины об очищении власти содержит четкие критерии в отношении тех лиц, которые должны быть увольны по этому закону. На уровне областей пока что, к сожалению, этот закон еще не начал действовать в полную силу. Но та информация, о которой говорил Дмитрий, она есть. То есть мы знаем, исходя из того, что есть наши коллеги, которые пострадали конкретно, есть люди, которые юристы отстаивали интересы наших коллег-аптивистов на Майдане, мы знаем конкретного обвинителя, конкретного следователя, конкретного чиновника, который выносил решение, в частности, если мы касаемся запрета мирных массовых акций на протяжении того промежутка времени, который указан в законе, то этот человек вне всякого сомнения подпадает под действие норм закона. Но у нас есть проблема другого, когда таких очевидных данных, которые позволяют нам нести человека в реестр, нет, и у нас нет информации, работал ли данный чиновник на протяжении того времени, который указан в законе, то как раз эту сторону возьмет на себя решение этой задачи, возьмет на себя властное управление юстицией. Потому что этот орган у государственной власти законом полномочен заниматься реализацией закона обучения власти, и они этот реестр нам помогут сделать совместными усилиями, максимально полным, всеобъемущим, чтобы ни один негодяй, который должен быть уволен в своей должности не оставался на этой должности. То есть я правильно понимаю, что господин Георгиевский поддержал вас? Абсолютно правильно. Ну, можно? Я прокомментирую еще по поводу господина Георгиевского нашего визита. То есть, с одной стороны, я не сроку себя оптимистично, как мои коллеги, то есть господин Георгиевский поддержал, но в плане общей декларации о взаимодействии и терминации. На самом деле он сам признал, что проблема в реализации закона есть об очищении власти. И он признал, что такие советы созданы при некоторых областных управлениях юстиции, которые мы вчера предлагали создать. Но сформировать такой совет в Харьковской области он пока отказался. Я надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество и давление убедит его, разубедит в такую позицию. Я спрашивала именно о его позиции по реестру. По реестру он однозначно сказал, что он за, он хочет и он тоже просит поддержки со стороны общественности для наполнения реестра, потому что у них точно так же, насколько он говорит, ограничены функции и так далее. То есть номинально заявленная полная поддержка по этому поводу. Но я вам хочу сказать, то есть мы должны трезво понимать, что после того, как мы провели круглый стол, который состоялся, чиновничьи, так сказать, поле и чиновничьи круги, они что же не требуют? Они оказывали колоссальный саботаж этому процессу и тоже, наверное, в какой-то области проявляют давление, в том числе и на господина Георгиевского, наверное, по вопросу того, чтобы эти действия не создавались. Но мы для себя трезво понимаем, что от этой идеи отказываться мы не имеем права, мы должны идти дальше по направлению ее реализации. И в принципе мы должны сказать здесь спасибо во взаимодействии с государственной администрацией и лично при вмешательстве господина губернатора, в принципе эти процессы кое-как начинают двигаться. Я здесь согласен с Дмитрием, что оптимизма излишнего быть не должно, мы не должны строить иллюзии каких-либо по тотальной везде поддержки, но мы должны для себя понять, если мы сможем достойно, нормально, адекватно запустить этот процесс и он будет поддержан, и он войдет в конструктивное русло, значит власть будет хотя того или не хотя того, будет с ним считаться и будет работать в этом направлении. Дмитрий Апсенкин, у меня такой вопрос из двух немножко частей. Вот реестр, о котором вы говорите, во-первых, будет ли он касаться только вот того перечня чиновников, который зафиксирован в законе об очищении власти, или он будет расширен? Первое. И второе. Сведения, которые вы намерены вносить в приезд, станут ли они публичными, то есть будут ли они достоянием всех жителей Харькова, чтобы люди могли увидеть вот этот чиновник, вот на такой должности, вот такие нарушения жители города за ним заметили. Пусть он даже не попадет под увольнение в связи, но общественное мнение должно быть информировано и сформировано таким образом. Что касается реестра, пока мы будем формировать реестр исключительно и по критериям закона об очищении власти. Пока. Мы также, это чуть от идеальной темы, мы тоже планируем разработать изменения в закон, которые ужесточат эти критерии, то есть они еще будут дополнены. Расширить перечень, то есть на стиль чиновника. Это возможно в будущем. Пока мы говорим о запиле, да, то есть это первое. Он будет однозначно публичным. Более того, есть предварительная договоренность с нашими киевскими коллегами из общественного иллюстрационного комитета Киев, ну центрального собственно, о том, что этот реестр будет размещен на сайте общественного иллюстрационного комитета Киев, ну всеукраинского собственно, вот и любой гражданин Украины сможет туда зайти и проверить, есть ли там фамилия. Или этого чиновника нету, за что, какие нарушения, по каким критериям он попал в этот реестр. Ну и кроме того, общественность, конечно, будет формировать и дополнительный общественный реестр, который будет параллельно существовать, в который будут ходить и люди, которые говорят, Дмитрий, то есть те, которые не должны работать в силу своих решений, действий, корпорационных створочных дарей. Но тут есть, почему возник вопрос вообще о формировании такого реестра. К сожалению, как мы выяснили на том же круглом столе, в головах людей в городе Харькове, в Харьковской области есть некая путаница по поводу того, что такое иллюстрация и кто попадает под иллюстрацию. Сюда относятся все и коррупционеров, и чиновников, которые попадают под закон о защищении власти, и судей, которые не попадают, которые вроде бы уже прошли и так далее. Поэтому наша задача, а, показать людям, кто конкретно попадает под действие закона, раз. Б, показать, кого общественность не оставит в спокойствии для того, чтобы эти люди, которые принимают незаконные решения, даже если они не попадают под действие закона, или замечены в каких-то не совсем законных действиях, чтобы они тоже понимали, что под ними горит зелен. То есть фактически будет два списка? Будучи, да. Я думаю, что в любом случае мы будем максимально стараться все это опубличить. То есть наше оружие это только публичность, наше оружие это только доведение до общественности. Хотел бы вам сказать, что у нас есть конкретные наработки. То есть мы работаем над созданием горячей линии, по которой люди смогут давать нам эти факты, и она уже до первого заседания иллюстрационного штаба будет создана. Затем у нас будет создана одноименная группа, в социальных сетях, Харьковский иллюстрационный штаб, где мы тоже просим всех присоединяться и информировать нас об этих фактах. И это все будет максимально публично, максимально открыто. Спасибо. Да. Хотите еще про кто? Да, говорите. Я хочу спросить. Это был недавно... Представляете. Алексей Стоковского респондента. Был создан общественный иллюстрационный совет. Я был на прошлой пресс-конференции, но совет создан. Правильно? Нет, я неправильно понимаю. Вот именно этот штаб и был создан. Была создана координация. Давайте я вот поясню. Смотрите, действительно, чтобы у нас, у людей, потому что сейчас вот у людей так часто слышится слово иллюстрация в разных интерпретациях. Вот как раз для этого мы и скоординировали. Значит, у нас есть разные инициативы, и мы их представляем. На круглом столе было договорено о создании, в частности, о создании института, координации между нами. То есть мы договорились о координации между теми инициативами, которые есть, и проявили инициативу о создании общественного совета при областном управлении юстиции в территориальном управлении юстиции в городе Харьков. А на сегодняшний день мы говорим о том, что наша координация получает, так сказать, конкретные плоды и конкретное выражение в той площадке, которую мы называем Харьковский иллюстрационный штаб. Она будет едина для решения этих проблем, для их обсуждения, для диалогов и так далее. Вот с этим месседжем мы сегодня остановимся. Тут есть немножко не совсем понимание. По результатам круглого стола на нашем бритинге мы сказали, что мы приняли решение инициировать создание общественных советов при областном управлении юстиции, имеется в виду, главной задачей которого будет в том числе взаимодействие в вопросах иллюстрации. А кроме того, форма объединения вот этих общественных организаций будет выработана в процессе, мы об этом заявили. И сейчас такая форма выработана, это называется областной иллюстрационный штаб. Спасибо, это пожалуйста. Еще вопрос, если можно. Когда анонсировали это мероприятие, я сказал, что это заявление по гагаркингу. Это третий углубок. Ну, секунду, все будет. Прошли. Да. Волжение, опять-таки, этого реестра, второй реестра, который будет создаваться по звонкам и письмам. Как здесь будет, вам, кстати, Даниславский вопрос как юристов, как здесь будет стремиться невиновность из доказательной базы, чтобы это не превратилось просто в способ сведения счетов с неугодными, с тем, кто почему-то не понравился, глазами такие, сосед жумит по ночам, еще что-нибудь. На самом деле, никакого нарушения законодательства об опубличивании данной информации мы допускать не будем. И, конечно же, мы не будем немедленно включать человека в реестр, только потому, что какая-то женщина, бабушка или какой-то мужчина, дедушка написал заявление о том, что кто-то ему мешает жить. Эта информация будет проверяться. К счастью, вот это объединение нам дает возможность более взвешенно и более большими силами подойти к оценке вот этой информации. Мы планируем как бы разграничить, скажем так, сферы влияния, для того, чтобы потом координироваться. То есть есть, скажем, судебный ветв власти, которая вызывает много вопросов, в частности, в городе Харькове. Есть чиновничья ветв власти, исполнительная власть. Есть, образно говоря, сфера образования, которая тоже вызывает у многих вопросы. Какие люди там работают, кто является ректорами, руководителями вузов и так далее. То есть мы вот эти направления мы разграничим. И те общественные организации, у нас в данном случае мы представляем три, но их не три. Еще есть одна общественная организация, комитет иллюстрации Виноградова, Нина Ивановна ее возглавляет, она тоже. То есть есть, скажем так, специализация в определенных наших организациях по определенным направлениям деятельности. И кроме того, на этом кульном столе было очень много информации среди активистов, которые не соорганизованы еще в общественной организации, о том или ином чиновнике, у них тоже очень много информации. То есть вот как раз консолидация позволяет эту всю информацию обобщить, проанализировать. И если мы не сильно увидим, что данные позволяют ставить под вопрос честность, добропорядочность, профессионализм, патриотизм того или иного чиновника, либо господслужащего, либо, например, руководителя государственного предприятия, учреждения организации, эти люди тоже будут подпадать под действия наших иллюстрационных инициатив. Мы об этом публично заявим. Мы проведем публичные иллюстрационные процедуры в согласованных рамках. И по результатам будем добиваться, чтобы человек, который своими действиями дискредитирует либо органов соорганизации, либо предприятия учреждения организации, чтобы они там не работали. Спасибо. Я буквально одну секунду напомню. То есть мы говорим о нашей эффективной деятельности. Мы в коем случае не перенимаем полномочия ни одного из органов власти. Но при этом мы являем собой, хотим являть наша площадка тот импульс, который необходим для того, чтобы эти вопросы занялась и Генеральная прокуратура, то есть мы работаем, и там ждут наших обращений, потому что есть моменты круговой поруки, где эти все факты хоронятся на уровне области, и высшей квалификационной комиссии судей, и других органов. То есть мы будем эти факты все передавать и от нашей единой площадки направлять им. А они уже будут принимать по ним решения. То есть исключительно юридический и конструктивный процесс. Спасибо. Прошу вас, переходим к следующей теме, которая была анонсирована. Или вопрос? Не, не. Пожалуйста. Ну, вторая тема, вернее, третий блок вопросов, который мы анонсировали, касается как раз в данном случае не господина Агаркина персонально, а процедур, касающихся назначения на государственной должности. Мы не лоббируем ни в коем случае господина Агаркина, не поддерживаем, либо не осуждаем его. Мы говорим о принципе назначения на государственной должности. Вы все знаете, что харьковская общественность провела очень интересную, универсальную и первую инициативу в Украине о продвижении на государственной должности тех людей, которые прошли общественные процедуры, которые их либо поддержали, либо не выразили им доверия. Такая общественная процедура, общественная инициатива была проведена в городе Харкеве 22 мая 2014 года. По результатам открытого конкурса, в котором принимали участие бизнес-ассоциации, средства массовой информации, общественные организации и так далее, было проведено открытое обсуждение 4 кандидатов на должность начальника Главного управления фискальной службы Харьковской области. Победителем стал конкретно господин Агаркин. Господин Агаркин после этого прошел общественный совет при Министерстве доходов и сборов при государственной фискальной службе, получил там поддержку, причем эта поддержка произошла 22 августа 2014 года, и после этого до января месяца мы не имели никакой возможности видеть, что происходит с нашей инициативой. Но, тем не менее, в конце, в начале этого года, 20 января, господин Агаркин назначен первым заместителем начальника Главного управления фискальной службы Харьковской области, Кире, временно исполняющим обязанности начальника. Вроде бы общественность добилась какого-то продвижения. После этого опять мы, общественность, ощутили наличие неких закулисных подковерных игр. Потому что существует четко определен порядок назначения на государственной должности в органах исполнительной власти. Этот порядок предусматривает согласование кандидатуры с министром финансов и с главой областной государственной администрации. Тут оказалось самое интересное. Самое интересное состоит в том, что на открытые информационные запросы наших общественных активистов мы получили очень два интересных ответа. Первый ответ касался того, что 24 марта 2015 года исполняющий обязанности главы ДПС Украины, вы знаете, что Белоусс был отстранен от должности, проводится проверка и временно исполняющим обязанности назначен господин Макляк. Так вот, временно исполняющий обязанности главы ДПС Украины направил в Министерство финансов Украины письмо о согласовании назначения на эту должность в Харьковской фискальной службе господина Ковылина ОА. Что это за господин, чем он знаменателен и как он может помочь эффективно работать в фискальной службе города Харьковской области, мы не знаем. Но самое интересное то, что, еще раз акцессирую внимание, 24 марта имело место представление Макляка в Министерстве финансов. А 25 марта на следующий день тот же Макляк таким же письмом просит господина Орайнина, главу Харьковской областной унистерства администрации, согласовать эту кандидатуру, вернее кандидатуру Гагаркина на должность начальника. То есть наличие двух писем, которые одними тем же должностным лицом высокого уровня направлены с разрывом один день вызывает очень большие сомнения в искренности намерений органов государственной власти открыто проводить процедуры назначения на данной должности. Это позволяет сделать выводы о том, что не исключено включение каких-то теневых механизмов на назначение на данной должности. На наш взгляд, не совсем понятную для общественности Харьковщины позицию занял глава Харьковской областной унистерства администрации господин Райнин. По действующему порядку он должен был в течение 10 дней с момента получения письма о согласовании кандидатуры, либо согласовать, либо дать мотивировочный отказ. Постановление коведа министров, которые регламентируют порядок назначения в году спадает, и третий вариант. Если чиновник не делает ни одно, ни второе действие, то кандидатура считается согласованной. Почему-то наш глава области администрации избрал третий путь, хотя декларировал открыто, что он готов работать с общественностью, готов поддерживать любые общественные инициативы. Эта ситуация, которая возникла, она очень тревожно воспринимается общественностью Харьковщиной, потому что, как сказал Дмитрий, есть, скажем так, тревожные колокольчики, которые свидетельствуют о возможном повторении сценария 2004-2005 года, когда все декларировали готовность к изменениям, а потом оказалось, что кумовство на первом месте, а профессионализм, патриотизм, порядочность и общественные инициативы не на втором, а на последнем. Спасибо. Я не упомянулся своей организацией по поводу Харкина, я хочу сказать, что как гражданин просто, что, мне кажется, революция была как раз для того, чтобы назначения проходили открыто и на открытых прозрачных конкурсах. Это как гражданин. И мне кажется, любые подковерные назначения не совсем в духе времени, мягко говоря, и вызывают вопросы. Поэтому это моя гражданская позиция, но разрешите отклониться, потому что это я. Хорошо. Два вопроса, с вашего позволения, Дмитрий Оценкин. Во-первых, по поводу двух взаимоисключающих писем с разрывом в один день датами. Есть ли уверенность, что оба этих письма подписывал один и тот же человек? И что он, как минимум, в курсе наличия двух взаимоисключающих документов за его подпись? Дело в том, что, отвечая на ваш первый вопрос сразу сходу, дело в том, что в постановлении Кабинета Министра, о котором я говорил, предусмотрено, что согласование кандидатуры на назначение начальника Главного территориального управления дает руководитель ДФС на имя министра финансов. Господин Гениславский, я имел в виду, что вот временно исполняющий обязанности главы ДФС Украины, знает ли он о том, что за его подписью есть два письма, фактически взаимоисключающего содержания? Если его подпись стоит на письме, о котором он не знает, то это его проблема. Но кроме его, никто письмо о согласовании подписать в принципе не имел права. И второй вопрос, все-таки, хотелось бы, чтобы вы, если можете, уточнили. Вот это вновь такая нарисовавшаяся кандидатура вообще. Об этом человеке что-нибудь известно? Где он раньше работал? Кто он по образованию? Известно, что он работал в органах государственной налоговой администрации Запорожской области. Больше нам о нем ничего не слышно. Глобал Запорожской налоговой. То же самое, только в Запорожьем. У меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как можно было послать на согласование кандидатуру вот этого господина Запорожья в Минфин, если не было согласования на уровне областного администрации? А там идет... Нет. Дело в том, что процедура следующая. Руководитель ДФС согласовывает кандидатуру сначала в Министерство финансов, поскольку Министерство финансов это министерство деятельности, которое координирует деятельность ДФС по закону центральных органов эксплуатационной власти. А потом идет согласование с руководителем областного государства администрации соответствующей области. То есть я вас правильно понимаю, что, исходя из имеющейся информации, получается, что Гагаркин уже прошел процедуру согласования в Минфине, и теперь вы направили его кандидатуру на согласование ранену. А со вторым товарищем еще с Минфином непонятно. Дело в том, что вот это все, скорее всего, так и имеет место быть, но, к сожалению, полная информация о том, имеет ли согласование Гагаркина и Минфине, мы тоже пока что не имеем. По процедуре так должно быть. По постановлению комитета министра, который регламентирует порядок назначения на эти должности, так быть должно. Но учитывая вот эту непонятную ситуацию с этими письмами и с позициями чиновников, мы понимаем, что у главы областной государственной администрации могут быть какие-то свои мотивы, почему он не включился активно в этот процесс. Но поскольку у нас имеется уникальная в Украине инициатива общественности, он должен был сказать, уважаемые коллеги, я поддерживаю Гагаркина, или я не поддерживаю Гагаркина, или я какое-то третье решение для себя вижу. Он фактически немножко дистанцировался от процесса назначения, может быть в силу того, что нету, скажем так, постоянного руководителя ДПС Украины, поскольку макляк исполняющий обязанности. Я согласен как юрист, что можно не однозначно толковать полномочия временно исполняющего обязанности в кадровых вопросах. Но тем не менее, если есть письмо, то ставить в сомнение реективность данного письма, я думаю, правовых оснований нет. Я бы хотел еще пару слов, да, тоже поддержать все, что сказал Петер Владимирович. Значит, у нас однозначно мы должны для себя понимать, что на сегодняшний день есть такая инициатива по общественной иллюстрации, по общественной поддержке. Я для себя понимаю любую общественную иллюстрацию, и как мы ее проявляем, это не индульгенция ни в коем случае. То есть это лишь показатель анализа чиновников на сегодняшний момент, исходя из информации, которую обладает. И это определенный общественный договор между чиновниками и обществом, который, когда чиновник говорит, что он готов быть открытым, готов реагировать на факты, готов общаться и готов отчитываться. Вот это самое главное. С моей точки зрения, то понятие, которое сказали в 2004-2005 году, кумовство, люби друзей, оно должно куда-то отойти далеко в небытие, когда ставятся люди абсолютно кулуарные, закрытые, никто не понимает, кто эти люди, никто не понимает, какие задачи перед этими людьми ставятся. Потом эти люди точно так же снимаются, непонятно почему, нам не дают никакого анализа, с чем они конкретно не справились, с чем конкретно человек, который заменяет их более лучше, более продуктивный и так далее. И поэтому эти все факты, я согласен с господином Венеславским, что эти все факты могут свидетельствовать о начале, так сказать, эры новых кулуарных назначений. Мы против этого будем максимально бороться и на нашей площадке Харьковский иллюстрационный штаб мы будем эти все вопросы поднимать. Мы будем приглашать туда в том числе и чиновников, которые назначаются для того, чтобы они озвучивали задачи, которые перед ними ставятся. И потом общество, активисты, СМИ могли с этих чиновников спрашивать, что они выполнили, что нет. Если получаются тревожные сигналы, на них реагировать и ставить вопросы о снятии таких чиновников. Но запускать эти вопросы под ковер мы должны не позволить с вами вместе. Спасибо. Вопрос. Харьковский иллюстрационный инфоцентр, Ирина Горис-Люва. Можно ли предположить, что ваши такие активные инициативы решают тем же чиновникам просто торговаться с нами, как было это до того, как такой всплеск активности произошел в вашей части? К сожалению, исключать таких закулисных каких-то договоренностей либо торгов мы не можем. Как юрист, и Дмитрий тоже юрист, мы не можем говорить о том, что мы уверены в том, что это происходит, поскольку есть, скажем так, презумпция невиновности и отсутствие доказательной базы таких действий. Но, скажем, тревожные слухи, которые доходят, в том числе из Киева, не позволяют нам полностью исключать коррупционную составляющую в кадровой политике, в частности в ДФС Украины. То есть мы должны, на мой взгляд, мы не можем заниматься конспирологией, так сказать, догадывая там что-то есть или нет, мы должны смотреть по фактам. И мы говорим исключительно не о личностях, а о общей системе, о системе взаимоотношений общества и гражданина, который хочет стать чиновником. Или он открытый, или он демонстрирует свою, так сказать, открытую атомность на диалог, колкий диалог с людьми. Они же боятся, вы видите, много людей просто боятся из чиновничьего, так сказать, советы, просто выйти на открытый диалог с людьми. Потому что люди ставят острые вопросы. Лучше сидеть у себя в кабинете и слушать советников, которые говорят только приятное. Поэтому, если этого всего не происходит, то у нас сомнения однозначно появляются. То есть судим по фактам, по открытости, по диалогу, по желанию слушать конструктивные предложения и замечания. Спасибо. Вопросы? У меня еще есть одно уточнение. На самом деле в городе Харьков, в Харьковской области сейчас уникальная ситуация, конкретно связанная с руководителем территориального главного территориального управления ДФС Украины. Потому что, если уважаемые журналисты не знают, я им сообщу, если знают, просто напомню, общественность Харьковщины, в том числе бизнес-ассоциации, выступили с поддержкой деятельности начальника того, которого, скажем так, поддержала общественность в его деятельности. То есть бизнес готов сотрудничать с налоговой, готов платить налоги. Общественность, кроме того, общественные организации взяли на себя ответственность не просто его добиться назначения, а контролировать деятельность. То есть если у нас, если в общественной организации, в общественности появится информация о том, что конкретно чиновник, который назначен при поддержке общественных организаций, себя дискредитировал в процессе выполнения своих властных полномочий, то мы будем за это нести моральную ответственность и мы будем добиваться увольнения данного чиновника. То есть превратим моральную и материальную ответственность конкретного чиновника. И последнее, что я хотел сказать, общественность Харькова подготовила вот такое письмо обращения, открытое обращение к президенту Украины, к премьер-министру Украины, министру финансов, начальнику ДФС Украины и главе Харьковской областной государственной администрации с изложением в хронологическом порядке тех фактов, о которых мы сегодня заявили, и с изложением тех подозрений, о которых мы только что так же говорили. Это открытое обращение. Уже подписано десяткам общественных организаций, включая тех, в состав которых входят десятки других общественных организаций. Сегодня еще оно открыто для подписания. Любые общественные организации, инициативы готовы его подписать. Завтра, послезавтра это обращение, открытое, будет выложено в публичном доступе в средствах массовой информации, для того, чтобы власть понимала, общественность Харькова своей инициативы. Конструктивные, уникальные, просто так загубить не позволит. И еще самое последнее. Всех еще раз мы приглашаем на вторник, на 18.00, на заседание первого Харьковского иллюстрационного штаба, на котором будет присутствовать господин Яреевский. И просим максимально, насколько возможно, проинформировать людей, чтобы приносили на это заседание факты, когда чиновники подлежащей иллюстрации дальше работают. Мы должны максимально проинформировать людей, чтобы приносили на это заседание факты. Продемонстрировать свою эффективность, для того, чтобы в том числе и руководство юстиции не сказал о том, что при взаимодействии с нами не получается должных фактов, не получается должного результата. Поэтому просим всех максимально опубличить этот процесс и приобщаться к нему. 18.00, следующий вторник, первое заседание, начинаем работу. Спасибо. Дмитрий Марцунь, Федор Вениславский.